Всем привет! На верстаке профильная труба, а тема сегодняшней самоделки пригодится многим, тем более что сезон еще в самом разгаре. Чистим отрезки трубы и можно приступать. Из этих заготовок в конечном итоге необходимо сварить раму, но прежде приступаю к сборке ее составляющих. Выкладываю отрезки в форме квадрата, фиксирую магнитами и свариваю. Всего понадобится таких пара элементов. Далее размечаю, определив расположение роликов. Ролики неповоротные, прорезиненные на подшипниках, привариваю с внутренней стороны. Голый обод с велосипеда, размер 28 дюймов, железо. Ставлю на нижние ролики и только потом выставляю верхние. Обязательно необходим зазор между ободом, иначе его вращение будет затруднено. Первый квадрат готов. Точно такой я соберу и второй. Теперь эти две части нужно между собой соединить, используя подготовленные отрезки. Магнитами фиксирую поперечины и свариваю, превращая все в стильную конструкцию. Спуская раму на пол для удобства, теперь настал черед ножек. Делаю разметку под отверстия, по два на каждую ножку. На самой раме также по два отверстия, предварительно разметив, используя ножки как шаблон. Приобрел в сетку ячейка 12 мм. Толщина проволоки 1,6 мм. Ширина сетки с такой ячейкой стандартная 1 метр. Потому как мне нужна была ширина в 1,5 метра, а длина 2 метра, пришлось взять 4 метра, чтобы можно было сделать нужную ширину. Сетка достаточно жесткая, работать с ней не совсем удобно. Перерезал пополам, проще это делать, конечно, болгаркой. И сложил две части рядом, чтобы прихватить стык сваркой. Лишнее за ненадобностью приходится обрезать, предварительно разметив линию реза. Скручиваю сетку в рулончик, размещаю во внутренней части обода, дополнительно надев третий обод с клинообразным ремнем. Поначалу планировал всю сетку между собой соединить только сваркой. Но при такой толщине проволоки показалось, что будет не совсем надежно. Дополнительно зафиксировал болтами с гайками, используя широкие шайбы. Ну а сетку вместе соединения с ободом уже приварил. Снял движок с одной из своих старых самоделок, не помешало бы убедиться, что он все еще работает. Да, все отлично, двигатель в норме, не нужно ехать за новым. Отрезаю заготовку, без стаккарки сегодня не обойтись. Придется вытащить вал и втулку с посадкой под подшипники. Размеры деталей прикинул на вскидку. Надеюсь, по итогу все сойдется. Вал готов, вроде все получилось. И перекруглят под втулку, отрезая небольшую заготовку. Задача сделать сквозное отверстие и с обеих сторон расточить место под подшипники. Отлично, еще одна деталь готова. Продолжаю дальше. Купил шкив с коленвала классики под клинообразный ремень профиль А. И на рынке нашел маленький шкив, алюминиевый, диаметром 50. Непонятно с чего, также под профиль А. Чтобы уменьшить длину редуктора, стачиваю лишнее с обоих шкивов, без ущерба для их посадки на вал. Со шпонкой заморачиваться не окота. Способ фиксации предпочтителен установочным винтом. Для этого сверлю в шкивах по одному отверстию и нарезаю резьбу. А на валу немного углубляюсь сверлом. Все детали простого редуктора готовы. Теперь его нужно расположить на раме. Для этого я подготовил три отрезка сорокового уголка. Приступаю к сборке детали редуктора. Размещаю уголок ближе к центру, предварительно прикинув местонахождение редуктора. Из листового металла нужно вырезать площадку под редуктор и проферлить в ней пару отверстий. Привариваю корпус в пластине основательно. В уголке необходимо сделать продольный вырез под крепление болтами. Закрепил на раме редуктор, чтобы теперь определиться с расположением уголка под двигатель. Буду использовать старое основание под двигатель, тем самым упростив себе задачу. Также под его размер вырезаю площадку из листового металла и просверливаю два отверстия. Примерил, убедился, что шкивы расположены соосно относительно друг друга и теперь можно приваривать пластину к основанию двигателя. Не помешало бы привести корпус двигателя в порядок, снимая шпильки, демонтируя основание. Щеткой на дрели снимаю ржавчину с поверхности. Решаю покрыть двигатель термостойким лаком, чтобы предохранить корпус от ржавчины на будущее. Детали редуктора с основанием также покрасил. Раму вынес на улицу, покрасил, дал постоять и приступил к сборке. Установил сетку с роликами, поставил редуктор и двигатель. Подсоединил провода и хорошенько все заизолировал. Нашел в загашнике электроавтомат и прикрутил в передней части рамы. Дополнительно из металла согнул небольшой навес на случай неожиданных осадков. Основная часть полностью собрана, осталось только прикрутить ножки. И так, все готово, можно запускать. Работает отлично, очень тихо, не создавая неприятного шума. Удивительно, но для вращения вполне хватает движка со стиралки. Мощности в нем максимум ват 300, а то и меньше. Очень нужная вещь от мусора, гравия и особенно, когда весь песок зарос травой. У меня таких, аж две кучи, ждали своего часа. Пробую на деле, двигатель тянет, песок просеивается, камушки и трава попадают в тачку. Можно было предусмотреть боковую стенку, чтобы песок не летел в сторону. Но, по мне, не критично, можно и без нее. Осталось запастись терпением и перебросать весь песок через сито, чтобы можно было использовать. Поехали. Поехали. Ну, что сказать. Аппарат огонь, в интернете масса по ним информации. Ну, а я лишь приспособил под свои условия с движком от стиралки. Обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, впереди вас ждет что-нибудь полезное. Всем пока.